всем доброго времени суток я приветствую вас на канале от татьяны с любовью я к вам сегодня с такой беседой да поговорить о запасах на зиму даже не то что о консервации консервацию мы оставим на потом запасах которые на зиму у нас мясо выгодно это не выгодно это стоит ли держать допустим брейлеров или индюков я уже попробовала в этом году индюков держать в таком в личном подсобном хозяйстве имеется в виду вот стоит ли держать кур на яйцо вот об этом я хочу с вами сегодня поговорить во первых давайте уже задели мы кур значит о курах сначала да куры у меня начинала я кур держать купила на птицефабрике полуторагодовалые двугодовалые куры которые там уже отнесли свой большой потенциал а в личном подсобном хозяйстве они несутся довольно таки очень хорошо почему по во первых у нас здесь кормление совершенно другое не как там да допустим на фабрике вот во вторых а уход мы они же у нас бегают на улице а курица сменила обстановку а курочка получает зеленую траву у нее еще потенциал она несет уже яйцо уже несет совершенно другое по вкусу яйцо не как фабричная и нам нравилось да не каждый день было в яичко от курочки но по той цене по которой мы приобретали кур этих нам очень даже нравилось мы потом оставляли зиму на следующий год снова под на обновляли значит снова ехали на птицефабрику и брали там поэтому те кто хотят держать ну дачные участки да то есть вы не можете зимой позволить себе держать кур но яичко хочется хочется получить от кур яйцо чтобы хотя бы кушать его летом поэтому вы вполне можете купить курочек дешевых курочек они продаются по 100 по 120 по 150 рублей это если вы сами туда на птицефабрику поедете ну или допустим кто-то вам привезет это будет приблизительно 250 например рублей 300 курочка уже с подвозкой вам привезут прямо на там есть люди занимаются этим может вот и мы на следующий год планируем таким заняться весной чтобы по деревням близлежащим развести вот таких вот курочек приобрести и вам доставить прямо домой вы прекрасно получите очень вкусно очень хорошее яйцо будете получать его все все лето осенью когда вы соберетесь уже допустим а домой многоэтажные дома до дачу прикрывается вы можете зарубить этих курочек кушать от них мясо вы не получите потому что это же курица она очень маленькая будет и очень худенько но из них получается изумительный бульон бульон просто фантастический он очень вкусный никогда вы не получите такого вкусного блюда не с бройлера не тем более с покупной курицы а вот с этой курицы вы получите изумительный бульон поэтому взяли 10 курочек они у вас отнеслись к осени причем вы представляете что вы вам они окупятся вам они окупятся сто процентов с лишним потому что вы от них получите за эти месяца в мае например взяли или в конце апреля до октября месяца вы получать будете яйцо вы будете его кушать и потом у вас будет еще суповые наборы в виде тушек которые вы потом увезете с собой положите в морозилочку и будете лакомиться вкуснейшим бульоном значит всю зиму далее мы уже перешли этот до этот момент и решили приобрести курочек уже кроссов яичной породы яичного направления у меня были я вам все это показывала конечно же ломан браун и ломан white ломан white это белая курица из несет белое яйцо ломан браун это кроссы рыжие и несут такое рыжее яйцо а значит может более-менее яркая скорлупа рыжая или нет в общем она такая темная иногда бывают скраплениями кто-то мне сказал что это кокцидиоз это это никакой не кокцидиоз если кто-то понимает и знает что это за болезнь то у меня бы стадо уже не было а вот это особенности ну курицы особенности этого кросса вот значит мы уже сейчас содержим их вот этот это вот мы начали мы взяли их маленькими цыплятами я вам тоже показывала мы взяли в начале года одни потом где-то к весне мы взяли вторых а вот на дни начали нестись пораньше вторые чуть попозже сейчас курочка та и другая у нас несутся активно несутся хорошо мы очень довольны но у нас есть где содержать кстати никогда такой еще осени у нас не было вот насколько я могу помнить вообще первый раз такая осень что у нас сегодня 10 ноября и вот там у нас курицы еще живут на улице у них нет еще зимнего содержания были небольшие морозы но прекрасно они до вода даже не застывала в сарае вот и они у нас все гуляют еще и пока еще мы их не собираемся потому что небольшие морозы обещать но они переживут спокойно в сарае они еще у нас гуляют на улице это им нравится активно несутся яйцо хорошее яйцо вкусное это могут даже подтвердить мои покупатели которые яйцо у меня берут и всегда нахваливают что очень вкусное яйцо кушайте с удовольствием кушайте на здоровье по поводу осени начала задел витя все вам говорил что хризантемы все обрежу обрежу они мне до сих пор стоят и цветут на всю в теплице на днях сниму вам видео желтеньких уже нет я сегодня вот для красоты срезала букетик но их уже точно будем все убирать в эти выходные обстригать и все вам видео сниму покажу конечно же небольшое отступление от кур эти куры у меня будут нестись будут нестись как минимум в моем личном хозяйстве два года на следующий год скорее всего зимой я еще прикуплю как какую породу из этих из двух если выбирать да мне лучше понравилось ломан уайт с белым яйцом яйцо мне кажется крупнее но по вкусовым качествам вот если вот то желтое яйцо от ломан браун чуть-чуть мне кажется но по вкуснее будет чем от ломан вайт не знаю вот это на мой лично вкус а вот ну те и те активно несутся но у ломан вайт покрупнее идет яйцо чем у ломан браун вот разница вот в этом небольшая сейчас у нас там где я закупаю вот птенцов тетру привезли это тоже кроссы рыжие еще одним если будут то возможность дата их скорее всего приобрету вот и все мне хочется доминантов посмотрю тоже возьму или нет если у вас есть возможность содержать кур зимой да то рекомендую вам эти породы породы неприхотливые прекрасно холода вот вот холода прекрасно переносят поэтому берите яйцо вкусное яйцо замечательно сколько их подержу увижу все вам расскажу чем кормлю даем мешанку им но не все время если часто давать мешанку то они у меня могут зажиреть было уже такое на своем опыте говорю поэтому как бы регулируем а вот а ну если я утром даю мешанку значит корм с сухой то есть гранулы сухие зерно я не даем зерно вы сами знаете я ферментирую даю ферментированное зерно и даю сухое зерно и даю им сухие гранулы предпочтение по кормам вы знаете каждого производителя я не буду вам тут и называть скажу только что очень довольна глазом рекомендую вам и мариеловский очень хорошие и глазовский мариеловский там мариеловский посмотрите зайдете два комбината точно не скажу но тот и другой оба хороши вот так так что кур можно содержать кур итог до подведем можно содержать даже на когда у вас дача то есть когда вы проживаете только летом занимают они немного места выделите небольшую площадь они у вас на подножном корме проживут прекрасно там купите им немного гранул да допустим и там зерна остальное они у вас и ваши отходы какие-то скушают от кухни которые остаются и трава зеленая то что вы прополете туда они все это съедят в общем курочки вам не досадят они сами себя купят даже если вы купите вот как я вам говорил там допустим по 250-300 рублей покупать молодок конечно если содержать только лето и потом зимой но на зиму на убой это конечно не выгодно что молотка будет стоить уже которая несется это 600 а может даже и более рублей потому что нынче видите как подскочили цены на яйца очень быстро и высоко так теперь давайте обрали рак так как мы их уже держим не первый год брали ров конечно были ошибки был были было всяко сделали выводы многие мне помогали большое спасибо советами все себе сюда брала значит и конечно же делала выводы но сейчас уже по брайлерам я ориентируюсь скажу вам неплохо брайлеров выращиваем неплохих нынче я вам не очень показывала выращивание брайлеров у меня было две партии я вам сразу скажу две партии по 50 штук вроде обе по 50 до обе уже забыла вот значит но сейчас уже у меня опыт есть поэтому я уже сейчас беру побольше у меня у брайлеров клеточное содержание они у нас на сетках находятся не на полу это нас больше устраивает значит по брайлерам у меня вот первый год когда держала я снимала вот буквально все каждые пять дней потом как уже где-то месяц им исполнился каждые 10 дней и все вам показывала веса показывала чем пропаиваю показывала чем кормлю опять глазовский опять глазовский глазовский мариеловский вот эти вот корма которые на которых я выкормлю замечательно вкусно отличное мясо очень хорошие растут быстро растут хорошо посмотрите у меня все это в плейлисте куры бройлеры и там я раньше были у нас еще кролики но там я оставила может кому-то интересно будет посмотрите не убрала ни одно видео вот поэтому вы там можете посмотреть все с самого первого дня чем пропаиваю что делаю сейчас я на этом зацикливаться как бы не буду просто вот вам говорю куда заглянуть если уже будут вопросы конечно в комментариях не напишите под этим видео я навсегда отвечу значит что с бройлерами окупается они или нет вот самое что интересует правда ведь потому что сейчас ничто дешево не дается мы бройлера мы покупаем цыпленочка мы пока еще не завели им инкубатор не знаю будем или нет папа пока по моим подсчетам не выгоднее купить цыпленка вот цыплята брали в разных местах где-то довольны где-то недовольны где сразу недовольны я уже там конечно второй раз не возьму где довольно то там уже берем сложно сейчас найти цыпленочка импортного все таки я к тому склоняюсь что импортные цыплята растут лучше у нас чем наша пока селекция наша российская не дотянула мне так кажется не знаю вот нахваливать тюменскую но у нас еще фененскую я не видела не знаю может быть может быть и хорошо а вот значит кобы выращивала я и коп 500 и выращивала рост 308 и те и те хороши отличие кобы 500 они высокие у них мощные лапы росы 308 они приземистые у них огромная грудь весовые по весам те эти идут там почти практически вровень вот от роса вы получите больше грудки от кубов вы получите и грудку и лапки такие высокие большие такие крупные голени значит не получите бедро те и те хороши по вкусовым качествам мяса я не не отличила ни у того ни у того все хорошо отлично что сделаю я чтобы у меня окупилась ниже тоже хочется чтобы окупилась правильно хотя бы если не мой труд то хотя бы деньги которые я в них вкладываю да поэтому я продаю даже меньше половины допустим не из 50 не 50 а плюс пусть даже 20 там ну пусть даже там вот так вот где-то около этого продать тушек то вы уже окупите себе карман это я вам говорю сразу и честно поэтому спокойно можете брать на партию и значит если у вас еще позволяет возможность взять побольше половину сразу на продажу кстати очень многие так делают очень многие так делают вот и будет у вас как бы окупится и мяско свое будет если вы не хотите продавать у вас дача выходе можете взять себе немного допустим партию в 15 20 10 в зависимости от того сколько у вас едоков значит брейлеров тоже окупится вам по сравнению с магазинными ценами потому что я тут конечно вообще была в шоке какие цены в магазине последнее время ну потому что у меня забиты все морозилки мясом я не смотрю мясо в магазине но не смотрю я имею ввиду курицу поэтому вот как-то тут вот случайно сначала в телевизоре увидела потом люди начали уже говорить что вот так и так решила посмотреть ахнула конечно огромные цены поэтому если вы кормите сами что вам окупится это точно сто процентов как кормить что кормить как содержание многие сейчас начнут что содержание на решетке те кто уже держит да не очень благоприятно сказываться стану скажем на здоровье кур да допустим они тяжело ходят на ногах да это тяжело но мои дорогие мы держим таких брейлеров полтора-два месяца не больше мы держим их для мяса а не для того чтобы они себя чувствовали там знаете бегали они на этих ногах поэтому тут нужно выбирать или вы хотите получить качественно хорошее мясо чистое они не в говне извините за слово но это так не в помете допустим исправлюсь ничего чистенькие ну уже тут нужно выбирать или то или то как бы если вы держите птицу на убой причем тут жалость жалости тут быть не должно да у них болят ноги под конец ну а что делать что делать мы для этого и держим птицу чтобы кушать потом качественное мясо поэтому ничего тут такого я считаю что нет кто-то может со мной не согласны это мое мнение это ваше давайте теперь сильно уже затягивается видео про индюков нынче первый год я держала индюков я вам сейчас вот мы их забили держала их пять с половиной месяцев я вам сейчас включу потому что ролики 2 я снимала когда мы их забивали то есть вес и когда тушки разделывала я вес вам сняла там плоховато правда видно все быстро очень делала потому что время не ждала значит вес там голени бедра грудки да вот показываю пока покажу вам сейчас видео вы посмотрите а дальше уже продолжим разговор хочу вам показать тушки индюков мы сегодня убрали всех вот мои дорогие я вам них не смогла показывать мы когда их забивали потому что сегодня дождь такой холод но есть фотографии я вам сейчас вот их включу фотографии правда фотографировали на лёшин телефон не больно там камера но все равно видно значит индюков индюки выросли за такие два индюка у нас и две индюшки значит индюшки у нас 1 11 300 вроде ну вот на факт на фотках есть 2 12 килограммов вот а индюки 1 15 100 ли что ли не помню точно и один почти 17 килограммов вот ну вот смотрите вот я вам рукой вот моя рука вот эта индюшка вот вот видите все в общем в общем короче вот такие вот а вот это вот индюк не знаю который 15 или 17 но вот шея чтобы вам показать не на вот смотрите вот видите какая шея вот такая вот вот индюшки конечно шея поменьше ну вот еще вот так вот вам покажу с этой стороны зайду вот ну птичка конечно птичка ну чё говорить птичка смотрите гуско только какая да птичка конечно вдохновляет да вот индюки совсем не жирная жира нет практически вообще а вот индюшечки жирненькие видите какие индюшки жирные ну вот вот такие вот сейчас мы по ходу будем разделывать их и вот хочу прям первый же раз мы держим и да вот хочу прям показать сколько будет у нас грудка вот прям филе одной грудки и и тут вот филе одной грудки ну ножка попробуем вам взвесить и показать в процессе так разделали вот мы на филе голени вот это воли индюка значит эти крылья мы еще не делали представьте девочки мои дорогие смотрите крыло мама дорогая мы вдвоем с одного фаланга найдемся вот так вот это воли а это самое доволен индюшечки вот это вот бедро индюшечки эти какой так хочу взвесить значит у нас 0 так вот так филе шичку положим так вот смотрите 2 653 половина половина сейчас 2 положит ножа они вторую вот так можно чтоб она не свалилась поправь я иначе она свалится так 5 150 прыгать но немножко весы тут у нас но 5 будем 100 считать 5 100 это вот у нас филе от индюка ну там уже от индюшечки взвешивать не будем все так так и хочу вот голень для интереса взвесить вот 917 граммов так и бедро бедро кило 97 кило 100 считать вот так вот ну вот такие вот веса ну и уже все давайте крыло вместе с этим большим фалангом 827 граммов ну вот так вот у нас пока вот так разделали сейчас потихонечку все остальное будем делать все больше снимать не буду будем работать что сказать про индюков были большие у меня ошибки в содержании в кормлении где-то что-то я ну сделала неправильно потому что это первый опыт ничего страшного в этом нет зато опыт мы получили сможем исправили многие ошибки уже знаем что мы сделали не так что не так поэтому на следующий год если мы решим все-таки держать эту птицу то уже этих ошибок мы конечно же избежим вот а был видите у нас и пойдешь было и ранний забой поэтому вот как то вот так вот но мясо шикарная мясом довольно сами видели какие тушки я считаю что в первый наш опыт и вырастить индюка на 17 килограммов чистого мяса чистого мяса это отлично и индюшки по 12 килограммов это тоже отлично индюки немножко не дотянули если по ним на свете не болели в процессе как до выращивания не допустили бы мы этих ошибок то они бы у нас еще выросли больше но мы этим довольны очень сейчас сразу вам быстренько скажу что мы мясо все забивали в морозилку что забили голени бедра и грудку вот вся спинка это все у нас осталось вы можете представить как у а четырех вот таких огромных индюков вот это вот куда его девать мысли бы у меня нет места вот вот в чем дело на следующий год если держать то нужно как-то все-таки накопить нам с мужем на ларь морозильный потому что некуда класть у нас мясо некуда его укладывать брейлера значит индюки и плюс еще же у меня зелень есть плюс у меня же грибы есть плюс у меня же какие-то овощи замороженные есть до ягоды вот ну понимаете вот так вот как-то все забито вот поэтому что делать с этими спинками сразу вам сейчас скажу если мы их просто порежем кусочками отправим в тушенку то у нас ничего не выйдет будет очень много костей вы не сможете его об мясо это куда-то потом использовать очень много будет мелкой косточки что я сделала я взяла огромный трех ведерный там два с половиной три ведра эмалированный бак он где-то у меня промелькнул вы видели его туда отправила вот эти все спиночки большими такими кусочками поставила на газ у меня отварились они значит но с солью целый таз огромное мясо в общем и все это я сложила в банке и даже бульон вы понимаете он такой вкусный прозрачный такой получился бульон я его тоже в банке все в автоклав про автоклавировала и у меня отличные тушенки целый автоклав получился вот вот этого мяса тушеного да он же в автоклаве все микробы убили все это будет стоять консервы прекрасно там два-три года вообще без проблем ну конечно настолько не достоит мы это съедим вот но ничего не пропало даже без морозильной камеры даже весь бульон я все девочки разлила по банкам и все в автоклаве сделала и у меня получился бульон получилось мясо около двадцати полулитровых банок вот представьте столько со спинок только со спинок индюков вот четырех которых я вам показала вот поэтому держать индюков или не держать я подумаю на птицу держать эту долго не как бронеров птица съедает больше окупаемость у нее меньше продавать я ее не продавала потому что решили что ну чуть чуть четырех решили что ничего продавать не будем но ради такой такой филешки в пять килограммов да вот так вот возьмешь но это просто будет это прелесть поэтому будем думать поэтому я сейчас вам снимаю это и видео чтобы у нас сейчас такое время вот это вот осень началась зима до весны мы каждый для себя применительно учитывая свои погодные условия климатические условия где вы проживаете кстати опять сейчас скажут я забыла сказать вам да где я проживаю много новых подписчиков я проживаю в кировской области город котельнич это между уралом и москвой поэтому учитывая свои климатические условия учитывая свои условия содержания где вы сможете содержать и как вы сможете содержать вот учитывая количество своей семьи количество членов своей семьи едоков вы уже сделайте для себя выводы стоит вам попробовать или не стоит заняться те кто уже выращивают это понятно что они дальше будут выращивать потому что все отлично знают что это экономически намного выгоднее даже если вы живете на даче вырастить полтора два месяца бройлера вы вполне реально это сможете сделать ему надо место того закуточек малюсенький и все ничего ему и не надо бройлеру то 10-15 бройлера взять зато свое мясо вы получите и мясо качественное мясо вкусное очень вот поэтому ну вот решайте сейчас у вас этот период времени для себя посчитайте для себя подумайте стоит или не стоит мы свое мясо кушаем физически конечно как физически но господи хоть что вы будете делать хоть даже вот цветочки вырастите все равно физически туда складывайтесь работать без труда как говорится не выловишь рыбку из пруда да но у нас семья обеспечена своим мясом не только мы с мужем у меня и дети и брата угощала и свекрови поэтому все всех угощаем держите у кого есть возможность вы точно не пожалеете ну вот сняла такое видео надеюсь вам будет оно полезно надеюсь сделать и для себя какие-то вы выводы если будут у вас вопросы мне пишите я всегда вам отвечу если вас что-то интересует вот там связано видите в ютубе мы не можем послать ни фотографии друг другу перестать не посмотреть что-то а в дзене можно послать фотографии я уже допустим могу посмотреть там и ответить на ваши вопросы на какие-то если это касается допустим с фото поэтому те кто хотят со мной общаться более тесно переходите пожалуйста в дзен я вам ссылочку заставлю сразу в первом закрепленном комментарии сразу под этим видео заходите в дзен общайтесь те кто меня смотрит сейчас в дзене потому что видео выходит и в дзен и на youtube заходите на youtube канал подписывайтесь я вам всегда буду рада всего вам самого доброго и самого хорошего поставьте лайк если вам понравилось видео пишите комментарии а я с вами на этом прощаюсь с вами была ваша татьяна пока пока